всем доброе утречко мы живы а вы что думали все крышка волки съели с медведями не дождетесь жаль что мы никого не повидали из этих прекрасных животных но думаю они тут были ночью костер специально на ночь побольше сделали чтобы утром легко можно было распалить не так как вчера вчера вроде бы как грелкой получил распалить но но все быстро потухло и мы уже не на видео раком стояли здесь часа 2 наверно с виктором пытались распалить его влажные немножко дровишки понимаете сложно это все и мы как профессиональные туристы не взяли с собой сухой спирта но все что попростить себе задачу значит сейчас мы позавтракаем у нас есть банановая кашка и омлетик опять же от наших друзей съедлу пойдем я вам покажу как мы спали значит тут нас прикованы велосипеды и виктор даже камеру не снял с велосипеда просто оставил медведем но видимо такой шелпотреб не но не нужен палату личка наша которая компактная которая там меньше двух килограмм весит и вот этот компактную штучку складывается она имеет два тамбура и мне достаточно просторно кстати я не очень умею пользоваться ты как как-то этот заправляется на рюкзачок мой дойтер трансальпайн в который в принципе врезала все здесь всего лишь 30 литров но здесь был и спальник и коврик и куча еды и аккумуляторы и камеры и курточка вторая моя запасная и носочки и перчаточки теплые тут 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 огромное количество всего все поместилось и водичкой все было тут на велосипеде на самом деле у меня была еще одна водичка но большая часть конечно все все здесь и вот то как мы тут ночевали а а вот и наша полотулечка и кстати вдвоем очень даже комфортненько мы в обнимку не спали расстояние было приличное кстати но тут хорошо коврик мой которым еще с прошлого похода остался он всегда со мной хотелось бы чуть-чуть компактнее но ничего теперь я обзавелся подушечкой потому что я когда был в киллов и спал вот так вот головой теперь я сплю как людина над мной и спальничек спальнички было хорошо единственное что ноги начали меня чуть-чуть подзамерзать может быть носочки надо было еще потеплее одеть а так было нормально спальник мне понравился тем что он реально тянется и можно как угодно ходите на бочок так вот растягивается на резиночках и очень очень удобно спать не надо лежать как кокон ровно вы можете сбоку можете ножки раздвинуть но кто как любит спадки я люблю на бочку ну и в принципе все тут что еще про дом-то наш рассказывать а ну тут фонарик висит над головой свет наш он так вот нам тут освещался в общем мы пойдем сейчас кушать потом будем отправляться дальше в свое путешествие надеемся что сегодня мы доберемся до села я не знаю какие трудности сегодня у нас будут на пути но сильно надеюсь что их будет меньше вы все будете спрашивать что это за палаткой что у вас там какие-то еще штуки няшные все что мы используем в роликах всегда абсолютно всегда я оставляю ссылки в описании под видео абсолютно весь став и на весь экип так что если кому что надо или кого-то заинтересовало вы знаете где посмотреть и да не забудьте на инстаграм здесь подписаться это очень важно выдвигаемся с нашего кемпа вот немножко вниз будет новый день проблемы старые виктор навалия даунхилл смотрите где вы такое еще увидите не передумал господи как красиво даже не хочется быстро ехать хочется наслаждаться видами о туда угриметь не хочется же корни блин не скользкие достаточно утром то особо и да на следующий день у меня 53 процента заряда еще батареи до населенного пункта точно хватит руки сильно быстро умирает того что постоянно упираешься в камни надо уметь хорошо читать рельеф посмотреть очень далеко ну а брёвна так близко возле ног и головы что блин задеть это будет очень больно блин как круто сразу ночь там было светло а тут вообще темно мне в маске я абсолютно тебя не вижу одна охота фотохромная но не успевает так быстро осветлиться блин можно было левее побоялся вдруг там какая-то дичь бы была бы еще ой хорош я проехал господи вам словами не передать их размер мне точно стоит передохнуть а под листву это камушки проехал проехал. Вот блин, закончилось все. Очень нравится. В восторге? Да. Давай, доезжай до моего вель. Маленько. А? Прилег маленько туда. Вот так вот где-то. Потому что два колеса ебаных упиралась, ты, блядь, даже, сука, слезть с него не можешь. Седло, нахуй, высокое, блядь, там, нахуй, низко. И ты такой, у-у-у, блядь. Классно. Все ради вас, друзья. Виктор страдает вместе со мной. Я на пне угробился. В принципе, гревел с отсыпанными дорожками. И такая уж и плохая штука, по сравнению с этим. Ходов, ходов, ходов набирай. Чем больше ходов, тем дальше полетишь. Все неправда, тем больше контроля. Значит, все-таки Виктор перешел на темную сторону. Говорит, гревеле с отсыпанными дорожками что-то есть. Ай-яй-яй-яй. А вот, смотрите, туриста съели. Только вещи вон остались. Да, сдался Виктор. Быстренько переметнулся на сторону другого лагеря Грейвела. Не понравился ему МТБ. Причем это ЕМТБ. Это еще круче. Вы катаетесь и отчасти мучаетесь. Но мучаетесь лишь потому, что тут ничего не расчищено. Так-то вообще на электровелике кататься по горам и с палаткой жить это круто, если не такая херба постоянная. Которая просто, ну реально, я не знаю, за два дня перелез уже, наверное, с полсотни таких брыбин. Я уже прям накачался, наверное. То есть одно дело за технический подъем или техническая спускалка, но совсем другое дело, когда просто невозможно никак проехать. Только перелазить. А если сильный завал, то блин, еще надо и поверху топать. Это вообще задница. Это может полчаса занять, чтобы просто один завал обойти. Вот если бы не это, то вообще пайф. Вот сейчас идет набор высоты. Вам может быть не видно, но я еду вверх. И это не видно никаких проблем. Ну почти. Просто из-за, ну это черника тут растет. Боя черника или что-то по бокам растет. Из-за нее просто не видно, что там камень, пень может быть. На него вот напарываешься. Все. Вот тут видите, все видно классно. Легко ехать. Все читаемо. А дело так подросло. Травой или черник горящими и растениями. Там плохо все видно. Ну вроде бы скоро спуск Виктор там не обещал будет у нас. Крутой очень. Здесь там завала не будет. Будьте я разгонюсь. Я вряд ли заваленное дерево смогу перед ним, точнее, остановиться. Ну да, тут видите, конечно, тяжело ездить по такой фигне. Тут меня-то выматывает. Все, на перевалах где Виктора жду. Подпитываюсь батончиками энергетическими от Hi-Fi. Вкуснятина, обалденная. Если кушать мы будем и скоро, а мы еще даже не знаем, когда мы будем кушать, то в самый раз оказывается становится перекусить. Реально хорошая штучка. Через часик еще повторить. Мы на каком-то перекрестке, Виктор? Черный это наш спуск. Ага, заметно какой хороший. Да. И это сейчас *** будет. Полная мне. Фу, а теперь спуск. Очень жирный. Я такого давно спуска не видел. Мы очень под большим уклоном и дофига корней. Я мотор выключу, а греха подальше. Отойди, отойди. Отойди, отойди. Это чтобы вы видели уклон. Вон Виктор спускается оттуда. Вот здесь вот траектория. Вы посмотрите, какой уклон. И Виктору это дается с трудом. Ну, поверьте, здесь очень большой уклон. Прям стена просто вертикальная. Но и тут корни и камни нужно не забывать. Что не так уж и просто это все. Ну, ногами сложнее. Сильно такую дичь проходить. Это факт. Ох, боже. Разгоняться сильно не хочется тут. Ох, боже. Разгоняться сильно не хочется тут. Ох, боже. Как круто. Фу, пацаны, ну вы точно лайк должны поставить. Электровелик тяжелый, блин, тянет его. Я бы на свои санточки тут бы выписал бы спуск. Сильно проще, чем я сейчас научусь. Уже покрышечки немножко вытянуты. Ох, господи. Я не могу даже ноги не успевать поставить. Ого, мухоморы такие большие. О, тут уже получше пошла жара. А, куда ехать? Наверное, лево надо было поехать. Ну, тут уже посуще и получше. Нам туда, наверное. Ого, озеро какое-то. Что это? Потому и влажно-то. Ого. Вот это красотища. Ще. Ну, посмотрите на это. Да. Гладенький. Пятьдесят. Пятьдесят. Блин. Такие мокрые все елочки эти. боишься заняться не знаешь что дальше будет тут они ходили вот его просто полностью взял и съехал но не уверен это все уху-ху бляха и это я аккуратно притормаживал на поворотах еще блин жесть вообще блин это подстава ну блин я тормозил но я просто не мог остановиться блин опять грязь и опять камни куда-то вверх фух но я кайфанул на спуске на этом сильно кайфанул если б не бревно блин хоть какая-то радость за два дня была только что у меня вот этот конечно опять начинается напоминаю по спускам едем первый раз я тут ничего не знаю просто на страх и лист просто на реакцию видишь непонятно что за поворот не подумаешь мы тут уже катались нет мы тут не катались мы вчера шли по одной тропе вверх это типа маршрут он сначала набирается а потом типа спускается вот сейчас вот мы типа спускаемся к селу блин вкусная холодненькая у кого большая машина или димка я пожалуй в стороночку это отъеду а машин когда действительно большая вы просто гляньте какая красотень просто обалдеть но мы это все же по дороге в село теперь впереди только самое лучшее еда зарядка кроватка и банька банька и кроватка что виктор скажешь перед этим небольшой перегон 75 километров но мы справимся мы сейчас вкусно покушаем и все будет хорошо за две минутки спустимся грязь на грязи просто нереально не хочется как черти приехать ваш нас не в одну кафе потом не вкусно чего пожирали да и потом отстирываться еще и нам еще ехать домой потом этого села 75 километров даже не знаю что хуже через дровно лазить по сухим или по болоту ездить со скоростью 9 километров в час знаете одно радует дождение было село осмлот встречает деревянным зданием полностью без людей полностью а это гуртожит нам бы это покушать и зарядиться куда ехать